Фильм Джокер стал одним из триумфаторов премии Оскар этого года. И вместе с тем, недавно нам с вами показали такой долгожданный первый взгляд на Бэтмена Роберта Паттинсона. Как же два этих факта взаимосвязаны? Очень просто, ведь в сеть попала первая информация о том, как будут взаимодействовать главный готэмский герой и злодеи в новой трилогии о Брюсе Вейне. Ведь данный вопрос до последнего был за семью печатями. Ну и второе, просто шокирующий удаленный финал фильма Джокер не только поражает сам по себе, но еще и косвенно подтверждает возможность потенциального кроссовера. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Итак, с чего же начать? Давайте все-таки с Бэтмена. Недавний тизер с первым появлением Роберта Паттинсона в образе был встречен очень бурно и в целом благосклонно. Но вот что касается того, кто же будет противостоять Брюсу Вейну в грядущей новинке, информация до этого дня оставалась довольно скудной. Да, мы слышали о Пингвине и еще парочке потенциальных злодеев из комиксов, но при этом ничего не знали о главном и ключевом враге Бэтмена, разумеется, о Джокере. И вот появившаяся информация от источников близких к Warner Bros. кажется дает первые ответы. Ведь если верить ей в дебютной части трилогии, лично Джокер вряд ли засветится. Но при этом зрителю дадут понять, что он есть, так как о короле готэмской преступности будут упоминать злодея рангом пониже, возможно работающий с ним или на него. То есть прием наподобие хищных птиц, когда самого мистера Джей нам не показали, но все же дали понять, что он имеется в Готэме. Так же вроде как планируют сделать и сейчас. Ну а уже в дальнейших фильмах, скорее всего перед зрителями, предстанет и сам Джокер, хотя и не ясно пока что какой. То ли психопат из отряда самоубийц Герой Лето, хоть шансы такого очень невелики. То ли нас ждет кроссовер с Джокером Хайкины Феникса, что было бы мега круто. Ну а пока что тоже не подтверждено, несмотря на определенные намеки, о них мы еще поговорим. Ну а может к тому времени и вовсе киноделы найдут совершенно нового Джокера для киновселенной DC, тоже вариант. Хотя оказывается, что невероятный кроссовер Роберта Паттинсона и Хайкины Феникса тоже нельзя сбрасывать со счетов. И вот почему. Я думаю все вы помните момент из фильма Джокер, когда неизвестный в клоунской маске убивает родителей маленького Брюса Вайна. Так вот, оказывается, что авторы фильма снимали и другую версию данной сцены, поистине шокирующую. И в ней убийцей, снимавшим свою маску, оказывается сам Артур Флек, который стрелял сперва в родителей будущего Бэтмена, а потом и в него самого. Да, понятно, что это очень жестко и вот ни разу не канон, но это в самом деле было отснято. Хотя, к превеликому сожалению, из-за отношения режиссера Джокера Тодда Филлипса к удаленным сценам, а он, если кто не в курсе, очень не любит показывать вырезанные моменты, говоря, мол, их же удалили не просто так, значит, тому были веские причины. Так вот, из-за такой вот позиции автора фильма мы вряд ли когда-либо увидим эту шокирующую концовку Джокера. Но сам факт того, что данный вариант отсняли, а потом таки решили заменить, несмотря на всю его резонансность, говорит о многом. Например, о том, что создатели фильма, хоть и говорили, мол, их Джокер находится вне вселенной DC, все же решили не рубить с плеча и полностью не отрезать персонаж Бэтмена, исключая даже всякую возможность в будущем кроссовера Артура и Брюса Вайна. А значит, возможно, Хайкин Феникс еще и сможет появиться в будущей трилогии Мэтта Ривза, ну или наоборот, взрослый Брюс Вайн в продолжении Джокера, если такое, конечно, вообще когда-либо случится. В общем, в сухом остатке у нас на данное время есть невероятная сцена, которая таки не была помещена в конечный монтаж, а значит шансы на кроссовер Бэтмена и Джокера Феникса еще имеются. Затем, выходит, что как минимум в первом Бэтмане 2021 года главный Готэмский злодей не появится, но в будущем, скорее всего, мы таки увидим их с Брюсом Вайном противостояние. Ну и теперь главный вопрос, кто же будет этим самым Джокером? Надеюсь, со временем у нас появятся ответы на него, ну а чтобы первыми узнать все самые свежие новости, просто подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, так вы всегда будете в курсе. Спасибо всем, кто был с нами, пока-пока.